Добрый день, меня зовут Юлия, я сертифицированный арт-терапевт. И сегодня я представлю вашему вниманию технику, арт-терапевтическую технику, которую вы можете провести дома, наедине с собой или с другом. Эта техника поможет вам гармонизировать ваше внутреннее состояние и настроиться на новогодний лад. Вспомнить свое детство и вспомнить любой Новый год, который вам приходит в голову. Вспомнить свои детские ощущения в этот Новый год, воспользоваться как можно большим количеством изобразительных средств и начать рисовать. Но одно у нас условие, мы рисуем обязательно левой рукой. Считается, что наши левые полушария ответственны как раз за творческое восприятие. И если в своей жизни повседневной мы чаще именно пользуемся правым полушарием, даже если говорить о том, что мы все правши в основном, ну даже если и не считать это, все равно правый полушарий – это наш опыт, это наша логика, это наше мышление. А левый полушарий – это как раз творчество, связь с бессознательным, эмоцией, даже некоторая связь с детством. Что у меня пока получается? Тут какие-то выводы же можно сделать по цвету? Ну пока могу только сказать, что оранжевый цвет – это цвет людей очень амбициозных. То есть обычные люди, которые стремятся заявить о себе, очень энергичных, деловых, и как раз которые видят в себе лидерские качества, то есть себя ценят высоко. Когда детство рисует с какие-то детские воспоминания этими красками, оно говорит это о том, что детство было достаточно жизнерадостным и энергичным. А дальше, пока вы находитесь в паузе, нужно немножко прислушаться к своему внутреннему состоянию, взглянуть вглубь себя и разместить свое заветное желание, то есть вспомнить немножко о своем детстве, о том, что мечталось получить, или кем мечталось стать, или чем хотелось заниматься, и попробовать это где-то здесь изобразить. Ага, ну я вижу, что это девочка, которая в платье, как-то она стоит так в интересной позе. Но на самом деле здесь важен цвет и местоположение. То, что она изображена зеленым цветом, говорит о крепкой связи с семьей. Когда я сейчас рисовала, вдруг вспомнилось мне мое такое детское желание научиться танцевать. Но оно как-то быстро у меня прошло, в другое русло направилось. Ваш внутренний ребенок, он свое желание высказал. А теперь вам, как взрослому, нужно ему пообещать и дать слово, что это желание будет воплощено в жизнь. Берите листочек. И левой рукой, можно ручкой, можно карандашом, можно и красками, и можно фломастерами. Вот, наверное, будет им удобнее взять даже. Вы пишете желание ребенка «хочу танцевать», например. А потом правой рукой под этим желанием вы напишите то, что вы обещаете исполнить его в этом году. Ну, а теперь можно взять фломастер, эту правую руку и написать, что я даю слово, что в этом году исполню желание своего внутреннего ребенка и пойду на танцы. То есть вывод, Юль, какой можно сделать из нашего сеанса арт-терапии? Нужно обязательно исполнить свои детские мечты и научиться их вспоминать. Конечно, конечно, обязательно. И я этого всем желаю в этом новом году. И арт-терапия в этом тоже может помочь. Ну и вам на память оставляю свой отчиск здесь.